Паника на рынке из-за распространения коронавируса продолжается и будет оказывать влияние еще несколько недель. Тогда безопасные валюты начнут распродавать, а рисковые активы будут возвращаться на уровни, на которых они находились прежде. Но пока трейдеры активно отрабатывают беспокойство за то, что китайская экономика может существенно замедлить темпы роста в условиях борьбы с эпидемией. Индекс доллара, демонстрирующий силу американского доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, дотянулся до психологической отметки 98,00. Остается потенциал для пробоя выше этого уровня, особенно в ожидании завтрашнего заседания ФРС и публикации данных по ВВП в США, которые должны поддержать рост доллара к отметке 98,40. В то же время о силе доллара можно судить, учитывая динамику движения пары доллар-иена. Доллар удерживает позиции даже по отношению к японской валюте, известной своими защитными свойствами. График в боковике в диапазоне 108,80 – 109,00. Возможно, трейдеры также учли зафиксированный случай заболевания коронавирусом и в Японии в том числе, что и препятствует графику пробиться к намеченной нами цели на 108,50. И сегодня стоит воздержаться от продаж пары. Продавцы проявили себя в торговле парой австралийский доллар против американского. График опустился к трехмесячному минимуму – к отметке 0,6750. Помимо отсутствия риска, Ауси испытывает давление и в ожидании решения Резервного банка о снижении процентной ставки. Завтра выйдут данные по потребительской инфляции, но в среднесрочной перспективе они вряд ли изменят отношение инвесторов к австралийцу. Ждем продолжения снижения к 0,6737. На этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!